Сегодня в Карачаевском районе продолжилось выездное обслуживание избирателей, пожалуй, с самым высоким уровнем ответственности. На дому голосовали долгожители, трудом которых поднялась и заново отстроилась наша страна от послевоенной разрухи. Ахмат Халкетчев продолжит. Выездное обслуживание ветеранов войны, труда, труженика тыла и просто пожилых людей, как и во всех муниципалитетах республики в Карачаевском районе, было организовано со стартом всероссийского плебисцита по поправкам в Конституцию. Только в одном селе Кастахи-Тагурово людей, которым в силу почтенного возраста очный визит в избирательный участок нежелателен больше 30-ти. Но, как нам всем известно, одной из отличительных черт старшего поколения является высокая гражданская ответственность. В организации данного процесса активное участие приняли и социальные работники, которые обращались в избирательные комиссии за своих подопечных. Комиссия, как положено, выезжала с соблюдением всех санитарных норм, которые были предписаны Роспотребнадзором, и обрабатывали помещения, и разовые ручки, маски, перчатки. Все предусматривалось для того, чтобы проголосовали. Вообще сам бюллетень кладется в разовый пакет вместе с маской, ручкой, перчаткой. Ларисе Михайловне Козаевой еще весной исполнилось 91 год. В будущее она смотрит с уверенным оптимизмом. Как минимум рассчитываю прожить еще до 100 лет, говорит женщина. А свой выбор сделала за благополучное будущее не только своей семьи, внуков, правнуков, но и в целом всей страны, говорит она. Я проголосовала за будущее своих внуков и правнуков. Хочу жить в достойной стране дальше. Желаю всем будущего здоровья и счастья. Ларисе Михайловне избирательная комиссия домой приходит впервые. Все предыдущие избирательные кампании свой гражданский долг долг долгожительницы, несмотря на свой почтенный возраст, выполняла на стационарных участках. Ну а в этом году родным удалось уговорить бабушку, чтобы она проголосовала дома. Отродна отметить, что долгожительница и в своей 91 в добром здравии и в крепкой памяти. В чем убедила нас и членов избирательной комиссии в великолепной декламации стихов своей боевой молодости. И если что, вместе в партизане бить Гитлера, пусть сдохнет сатана. Барусю не узнает точку. Синел одела и санитаркой в госпиталь пошла, а я не против, раз такое дело, сама сестра и в гражданскую была. Вдвойне примечательным этот день стал для семьи еще одной долгожительницы Таухани Османовна Чичханчиевой. Именно 1 июля она отмечает свой 110-й день рождения. Поздравить с юбилеем самую пожилую избирательницу района, помимо участников выездной избирательной комиссии, приехал и глава администрации Карачаевского района Спартак Кущетеров. Он также передал имениннице поздравительный адрес от президента Владимира Путина. Огромное вам спасибо за ваши поздравления. Дай, Аллах, дожить вам до моих лет, а лучше еще дольше. Всем желаю безмерного счастья, крепкого здоровья и успеха в ваших нелегких трудах. Они ждут, они ждали нас все. И как бы они очень активны, потому что смотрят телевизор, они читают газеты, они очень все грамотные. Идет голосование, они активно голосуют. Конечно, они желают удачи нашему президенту. Тауханья Усмановна безо всякого привлечения истисла тех, кто своим героическим трудом приближал великую победу. Еще будучи совсем юной девочкой, она выполняла две взрослые нормы в период лихолетия, войны и депортации. Тауханья Усмановна ковала нашу победу тяжелым катажным трудом, обеспечивая крепкий тыл нашей армии. Чтобы мощь и сила нашей Родины росла и приумножалась, чтобы дети, которых мы сегодня растим и воспитываем, могли поистине гордиться страной, где они родились и живут. Ахмат Халкетчев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район.